В Славянском историко-краеведческом музее, где бережно сохраняются экспонаты, рассказывающие о прошлом Славянского района и Кубани, провели познавательно-развлекательное мероприятие с элементами викторины «Рождество Христово в Казачьей хате». В рождественские дни для славянцев широко открыты двери историко-краеведческого музея. Его сотрудники, приобщая людей к миру музейных ценностей, проводят занимательные мероприятия. Мы побывали на одном из них. На экскурсии посетители музея узнали много интересного о том, как раньше на Кубани встречали Рождество Христово. Речь шла о подготовке к празднику, что проводилось тщательно и заблаговременно, о специальном украшении дома, о традиционных обычаях и обрядах, которые сопровождали празднование. Очень красивый музей, очень много рассказывают, рассказывают и очень подробно рассказывают о быте, о нашем казачестве. Здесь очень много представлено экспонатов. И знаете, что интересно? Здесь очень хорошо это всё подают. Именно правильно, вот так вот со всеми нюансами, что, где, в каких местах, что это происходило, чем это пользовались. Путешествие в наше прошлое приоткрыло для славянцев любопытные подробности празднования Рождества. Особенно это ценно для людей, которые стремятся жить, сохраняя верность своим историческим корням. Нам рассказали такой, как сказать, есть обычай, под икону ставить кутью. Я вот лично об этом не знала, что кутью с мёдом, рисовую кашу с мёдом надо ставить под икону. Это вот очень старый, наверное, обычай, потому что даже моя бабушка мне об этом не говорила. Увлечённый рассказ о рождественских традициях заинтересовал и казаков. Им очень важно, чтобы старинные обряды не становились достоянием истории, а продолжались и в наше время. И прекрасно, когда этого удаётся добиться. На все вот эти рождественские праздники, это всё было. Мы ходили, Христославили, мы ходили посевать. Всё это было. И также сейчас приучаем, детей приучали, сейчас внуков подтягиваем к этому тоже. Так что всё идёт своим чередом. Школьники рассказывали стихи, отвечали на вопросы викторины. Словом, были не только зрителями, но и активными участниками мероприятия. Им удалось обогатиться новыми впечатлениями и знаниями, которые пригодятся в жизни. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Продолжение следует.